Вы знаете, что у Бога много «если». Есть вещи безусловные, то есть о том, что Бог пригласил нас в спасение, которое Он готов открыть каждому, и Он пришел и умер и воскрес, чтобы каждый мог получить это спасение. Но дальше начинаются «если». Помним об этом, да? И вот в этом плане и так звучит начало сегодняшней главы. «И если, Экев, вы будете слушать законы Сии и хранить их, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе». Итак, содержание раздела. Продолжая свои прощальные наставления, Маше вновь призывает израильтян точно выполнять заповеди Тора, обещаем награду национальное благоденствие. Он велит евреям сжечь всех ханананских идолов и напоминает, что Тора неделима, нельзя соблюдать выборочно ее законы. Как актуально по сегодняшний день, да? Далее он красочно описывает изобилие эры от Израиля и напоминает евреям, что они завоюют святую землю не благодаря своему мужеству и военному искусству, а исключительно по воле Божьей. Приводится хроника событий у горы Синай. От провозглашения десяти заповедей до получения второго комплекта скрижаля из завета Йом-Кипур после трагической истории с золотым тельцом. Такая насыщенная глава. Маше вспоминает и другие события исхода. Смерть Аарона, назначение колена Леви для служения в храме. Напоминает о том, что маленькое племя численностью 70 душ, пришедшее в Египет, говорит, превратилось в народ, многочисленный, как звезды на небе. И вновь, описав несравнение на достоинство страны Израиля, Маше сообщает народу формулы еврейской веры, ставшую второй частью молитвы Шма-Израэль. Я хочу немножко реконструировать события, в которых происходит речь Маше. Потому что книга Дворима, по большому счету, это большая проповедь Маше, которая состоит буквально из трех частей. Мы начинаем, ну не начинаем, это уже продолжение второй части его речи. Вот, значит, давайте представим большую такую площадку, на которой стоит скиния, да, то есть там лагерь разбит израильтян, стоит скиния и вокруг нее в определенном порядке расположены десятки, может быть сотни тысяч, как они называются, шатров, да, сотни тысяч или десятки тысяч шатров, возле которых стоят израильтяне и слушают эту речь. Как это может 2 или 3 миллиона людей слушать речь своего лидера, трудно сказать, но как-то это было организовано. При знаменах, при руководстве, то есть все очень мощно, красиво. Вот, не забудем, что теперь это все происходит после 40 лет путешествия по пустыне. Вот, и теперь перед Маше стоят не ропотники, те, которые вышли из Египта, а их сыновья, которым не было 20 лет, ну когда Бог пообещал, что те не войдут, значит, и их внуки. Вот, это, то есть там, я так понимаю, среди старших, старше 60 лет там было всего 3 человека. Вот, значит, все остальные были достаточно молоды, крепки, они, это было поколение, ну если сравнить с другими поколениями, наверное, наибольшее поколение, которое видело славу Божью, знало Бога, исследовало за Ним, ну насколько это возможно для человека. То есть это было поколение, которое впоследствии с Иисусом Навином завоюет, через короткое время войдет в Ханан и завоюет его. Мощное поколение, но и этому поколению Маше постоянно напоминает определенные вещи. Он говорит, говорит и говорит о том, кто они, кем они созданы, благодаря кому они дошли до этого времени, и что будет, если они будут исполнять его заповеди и следовать за Богом. Их ожидает победа, их ожидает национальное процветание. Но я хочу, даже не об этом я сегодня хочу говорить, я хочу говорить то, что я увидел, готовясь к комментариям, вот, а я увидел народ, который стоял и готовился перейти в другую жизнь. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть это было поколение, которое 40 лет оно ходило по пустыне, и оно привыкло к пустыне, и они не знали другой жизни, кроме пустыни. И в общем-то там было достаточно классно. Утром встаешь, смотришь, столб, Господь здесь, слава Господу. Манна, о, она здесь, пошел, набрал себе, значит, пришел, приготовил манну, значит, все есть. Обувь, не ветшая, одежда, все классно, особо трудиться не надо, значит, и равенство, социальное равенство просто потрясающее. Князья, там, старшины, там и так далее, все живут, ну, практически в одинаковых шатрах, там же не было двухэтажных шатров, кондиционеров, никто не ездил на Канары и так далее. То есть все были абсолютно одинаковые. То есть это, ну, это важно для такого, знаете, хорошего самочувствия народа. То есть все вот живут в этих условиях. И теперь, ну, они привыкли, им было хорошо, им было комфортно в этих условиях. Я не думаю, что они прямо-таки стремились, значит, туда перейти через реку Ирдан, потому что это было, наверное, это было страшновато. Потому что что там ожидало? Там ожидали укрепленные города, там ожидали великорослые враги, и там надо было воевать. А после того, как завоюешь, там надо было, я прошу прощения, пахать надо было, там работать надо было. И в этой главе, значит, Маше тоже об этом говорит. Там говорит, будет дождь, там и так далее. Ну, правда, он будет если. Не просто так. Каждый, вот, захотел дождь и все. Не-не-не. Вот если вы будете там ходить перед ним, будет дождь. И они понимали, что там будут совершенно другие условия. Это вызывало, наверное, определенные страхи, колебания, внутренние какие-то такие моменты. И задачей Маше было подготовить этот народ к переходу в другую жизнь. И все, что Маше говорил, он говорил, именно готовил свой народ к переходу в ту жизнь, которая будет там, за Иорданом. И вот второзаконие, оно как бы звучит, как второзаконие, да, ну, как бы повторение. Но на самом деле множество новых заповедей, оно касалось именно той жизни. Потому что там предстояло жизнь организовать уже в другом ракурсе абсолютно. И Маше, он тоже говорил об этом. Но есть одна вещь, которая проходила от начала книги Дворим, которая, она была и в этом разделе, и в дальнейшем. Это продолжалось, ну, до самого конца книги Дворим. В сконцентрированном виде наставлением Маше народу, который готовился перейти в другую жизнь, в другой образ жизни. Народу, которому предстояло, сейчас такое есть модное слово, парадигма, да, то есть образ, такой, вот образ мышления, там, или образ жизни. Им предстояло сменить эту парадигму, вот, их жизни. И вот Маше учил их, что им нужно для того, чтобы они жили, выживали, побеждали и получили то, что Господь приготовил для них. Итак, второзаконие, 10 глава, 12-13 стих. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа. Это первое. Страх Божий, мы знаем, это начало мудрости. Это страх Божий, это не делать зла. Чтобы ты не делал зла, боялся Господа, ты знал, что такое зло, и не делал этого зла. Боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его. Мы как-то рассматривали пути Божьи, да, то есть много путей Божьих, и мы, как верующие люди, и, соответственно, израильтяне, они должны были знать, что такое пути Божьи. Ну, путь Божий создания семьи есть, да, путь Божий воспитания детей есть, путь Божий в работе, путь Божий в отношениях с Господом, в поисках лица, путь Божий умолит. Везде есть пути Божьи, и есть путь Божий, об этом говорил Маше, путь Божий в завоевании Ханама. И начинался путь Божий в завоевании Ханама, чего? Войти, уничтожить те народы, которые, нечестье которых достигло предела, разрушить их капище, срубить их столбы там и так далее, понимаете? Вот чего он начинался, в дальнейшем не общаться с ним, значит, там, если вдруг кто-то там останется, и, ну, не сообщаться, и хранить себя с этого. Это тоже был путь Божий, понимаете? И дальше вся книга говорим, это путь Божий, как жить и как вести себя. Вот так вот, надо было знать эти пути Божьи, ходить путями. Любил его, то есть Бога имеется в виду, это третье. Чтобы любил Бога, чтобы не просто знал, что Бог есть, но чтобы народ любил Бога, чтобы прилепил его всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением своим. Аминь. И служил Господу, потому что это были призванные люди, которые были призваны еще в замысле Бога. Он говорил не о том, чтобы там определить руководство, да, там, значит, чтобы там готовить припасы, стенобитные машины там и так далее. Он говорил о том, что есть, является основой победы еврейского народа, Израиля. Это взаимоотношения с Богом и крепкая, крепкая, очень крепкая связь с жизнью. И так вспомнил, в свое время приходилось мне изучать последние статьи еще одного лидера многих народов Ленина. Вспоминая его последние, я просто очень много изучал их, поверьте мне, столько много, что я бы не делал этого никогда. И последние письма из статьи Ленина, письмо к съезду, начинается так, я бы советовал предпринять на этом съезде ряд перемен в нашем политическом строе. О предании законодательной функции Газплану, об увеличении числа членов ЦК, к вопросу о национальности или автономизации, о кооперации, как нам преобразовать РАПКРИН, понимаете? Совершенно другой разговор был. Так вот, не об этом говорил Маше. Он не говорил там, может быть, недостаточно 70 управляющих, давайте мы 90, или лучше там 110, или наоборот 50, или еще там как-то. Он говорил о том, что реально дает победу Божьему народу. И второе, на чем мне бы тоже хотелось остановиться сегодня, у меня есть еще немножко времени, это о дне сегодняшнем. Скажите, пожалуйста, мы Божий народ? Аминь. У нас есть земля обетованная? Мы идем тоже в землю обетованную. В духовном смысле нам эту землю, она просто так нам дастся, да, то есть мы так спокойно прокулышным шагом туда дойдем, или нам придется вести определенную брань. Придется вести. У нас есть лидер, царь, первосвященник? Есть. То есть, другими словами, друзья, то, что я увидел, я увидел тоже народ Божий, который стоит, стоит, значит, у которого все то же самое, понимаете? То есть, мы тоже, вопрос только в том, стоим ли мы так близко к переходу в этот другой образ жизни. То есть, тот образ, когда непосредственно все начинается, ну так, по-серьезному, не по-взрослому, понимаете? Вот, знаете, я считаю, это мое, как бы, мнение и выстраданное мнение. Много лет те, кто знают меня, они знают, что я это чувствую, я это понимаю, я об этом говорю. Я говорю о том, что мы, как народ Божий, мы стоим перед временем перемен. Мы стоим на изломе времен. Друзья мои, услышьте меня, пожалуйста. Я бы очень, может быть, это не то, что хотел или не хотел, я просто понимаю, что так оно и есть, понимаете? Что мы стоим перед временем, когда нам надо будет перейти, и не то, что надо будет, мы перейдем туда, потому что это обстоятельство, оно так определено, и так оно и произойдет. То есть, мы перейдем в тот мир, который не похож на сегодняшний день. Я имею в виду, это будет в духовном плане другой мир, это будет экономически другой мир, это будет политически другой мир, понимаете? То есть, вот то, где мы сейчас живем, это просто еще продолжаются времена благодати, и слава Богу за это. Я встречаю каждый день, я говорю, Боже, спасибо тебе еще за один мирный день, я очень благодарен тебе, я просто наслаждаюсь этим днем, и надо ценить этот каждый день, каждый день относительно. Ну, понятно, что в нашей стране не совсем такой мир, но все равно относительный мир, когда я имею в виду весь мир, пока он не перешел, ну, вот за эту грань. Потому что мы знаем, что духовный кризис дошел до своей последней степени, что мир, который знает, что Бог есть, но не прославил Бога, и более того, он плюет в небо, понимаете? Не спровергая все Божьи установления и все Божьи заповеди. Экономика мира серьезно больна. Друзья мои, пусть вас не, скажем так, не то, что не смущает, а то, что вроде бы экономика она держится, пусть она вас не успокаивает. На самом деле экономика, она очень серьезно больна, и у нее нет шансов дальше продолжать жизнь, потому что она исчерпала себя, та экономика, которую безбожное человечество строило на безбожных основаниях и хотело построить рай на земле, ну, мы знаем, как капиталистическая и так далее, у нее нет внутренних причин развиваться дальше. Она дошла, она дошла до края, и все, что будет идти, оно не будет идти так, как хотелось бы. Существующие политические институты власти, такие как ООН, МВФ, не способны решать мировые текущие проблемы, которые стоят перед миром. Мы это видим в Сирии, мы это видим в Ираке, и мы это видим в Украине. Мы, как Украина, мы остались, хотя нам обещали развитые страны, что когда мы сдавали ядерное оружие, что нас оставят, нас защитят, никто нас не защитил, никто не выступил в защиту нас, и надо было, чтобы упал этот самолет, чтобы они хоть немножко зашевелились и сказали, да, что-то не то происходит. Я вижу в том, что Украина существует, развивается, идет дальше, у нее есть будущее только то, что Бог, Он любит Украину, Бог, Он защищает Украину. Давайте скажем аминь. Потому что все, что происходит, оно сверхъестественное, друзья, сверхъестественное. То, что у нас есть экономика, у нас есть твердое руководство, которое в первые дни после Майдана взяло на себя власть, понимаете, то, что у нас есть армия и так далее, понимаете, то, что у нас народ, он чувствует себя народом, это сверхъестественно, и я вижу в этом только руку Божью. Итак, мир, который построен на безбожных основаниях, он серьезно болен, и образ его проходит. И я думаю, что мы находимся в той определенной степени во времени, о котором Ешо говорит. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите неужесайте, если бы надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Я понимаю, говорю, не богословие, мое понимание, насколько я понимаю, изучал политику, понимаю экономику в определенной степени, и я понимаю, в том время, в котором мы находимся, и понимаю, что мы где-то находимся как раз между этими словами Ешо и появлением первого всадника, помните, на белом коне, который как бы победоносный. Почитал некоторые комментарии европейских богословов, они считают, что он с луком, но без стрел. То есть это как бы война, но какая-то непонятная война, то ли холодная, там они говорят, а сейчас мы можем даже сказать, а может быть это гибридная война, которая ведется сейчас во всем мире, как бы не прямые войны, а какие-то гибридные войны. Вроде бы война и не мир и так далее. Ну, опять же, это не богословие. Но где-то мы уже здесь, мы вступили туда, то есть мы в этом времени, и мы стоим перед изменением времени. Я говорю то, что у меня на сердце, и то, что не только я говорю об этом, об этом церковь говорит. Друзья, послушайте проповеди последних лет больших служителей, что говорит церковь Господь через служителей. Недавно говорил с сестрой, у которой мама находится в церкви, в которой очень сильное пророческое служение. Последние 2-3 года Бог говорил о том, что церкви надо освящаться, надо очищаться, надо каяться и так далее. И вот в последний месяц он просто перестал говорить. И церковь, она просто в страхе и в таком трепете Божьем. Понимаете, потому что, наверное, очень это близко. Мы видим, что есть Израиль, это знамение последнего времени. Мы видим, что есть маркеры последнего времени. Это возможность, например, построить храм. Храм, фактически, он уже создан. 10 лет назад я читал интервью с раввином, который занимается внутренним убранством храма. Там все готово. Наш Коломойский подарил 148 килограмм золота на минору. Понимаете, там все готово. Только дать команду, и современные технологии позволяют это сделать за считанные месяцы. Понимаете, миллиарды долларов собраны на это. А мы знаем, что с началом жертвы начинается что? Ну, по крайней мере, многие богословы говорят о том, что начинается последняя семилетка, как только в третьем храме начнется жертва. И это оно близко, это пожалуйста. А в числе зверя, пожалуйста, мы тоже понимаем, что как вариант, да, это тот чип, который уже есть в паспортах европейских и американских, который нам вот-вот уже будут давать, а потом, соответственно, он будет тоже имплатироваться. Ну, может быть, так буду говорить, будет, может быть, это что-то другое. То есть мы понимаем, что маркеры времени говорят нам об этом. И что главное? Что главное в этом времени для нас, как общины? Что главное в этом времени для церкви? Что главное? Что нам делать? Некоторые, они понимают так, надо, ну, надо что-то делать. Ну, например, уехать куда-то. Друзья, я хочу сказать, что не уедете, потому что вы не знаете, где что будет. Это будет касаться всего мира. Вот, или, например, там, сделать такие запасы, чтобы хватило, и чтобы было, и мне за себя ничего не было. Не сделайте запасы, потому что сами же понимаете, вот, делали запасы на востоке Украины, где они, что они там и так далее. То есть все, оно может быть по-другому. Поэтому еще он говорит о главном. Он говорит, когда его спросили, что нам делать, и когда вообще будет знамение твоего прихода ученика, он говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Вот, что надо делать. Берегитесь, чтобы никто не прельстил нас, как общину Божию. Что для этого нужно? Коротко, будет отвезывающе так, бежать к Иисусу. Это самое важное, что может быть сейчас для нас, как для верующих людей. Потому что он есть путь, он есть истина, и он есть жизнь, он есть дверь, и в нем все ответы на все вопросы наши духовные, наши душевные, жизненные и так далее. И он хочет, чтобы мы были близки с ним, и он желает, и дух говорит церквам, чтобы мы искали его лица. Первый фессалоникийцам, пятая глава, чуть-чуть, еще пару минут, говорит о том, ну, Павел, он рассуждает о последних временах с фессалоникийцами, и в конце говорит, ну, что им надо делать, ожидая как бы этого времени. Ну, в чем-то похоже, я не говорю это, но похоже. Он говорит, ну, день этот придет как-то от ночи. То есть я так думаю, что тоже то, о чем я говорю, оно как-то будет готовиться, потом однажды мы проснемся, и все будет по-другому, друзья. Все будет по-другому. Этот мир, вот тот образ, в котором мы сейчас живем, он реально, все будет по-другому. Как это будет? Можно, частично можно говорить, но это не тема сегодняшнего разговора. Но, говорит, когда будут говорить мир и безопасность, тогда и наступит пагуба. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас коктать, ибо вы все сыны, ну, и дочери, конечно, здрасте, сыны и сестры, и сыны и дочери дня. Поэтому не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Что значит быть во свете, друзья? Ну, оно так во свете, да? Ну, да, Бог, подписал на пиес, говорит, слово твое, оно что? Свет на гемоей. Только слово, оно может дать ответы на вопросы сегодняшнего дня, будущего дней и так далее. Поэтому тот, кто не знает слова, ну, в той степени, как хочет этого Господь, друзья, это самая большая опасность. Вообще, самая большая опасность, я его называл так, прихожанство. То есть быть прихожанином, это тот момент, когда мы считаем, что у нас все классно, когда все чудно. Вот, я же хожу в церковь, я бываю, да, все, я с Божьим народом, один день там лучше. Друзья, но этого очень-очень мало, потому что придет время, когда нам придется лично не бежать к пастору или служителю, лично принимать многие жизненные, важные вопросы. И нам надо знать путь Божий на каждый жизненный вопрос. Аминь. Мы лично, мы не скажем, Господь, я принял, потому что меня такой серьезный оценка научил. Да, говорит, знаю, но ты лично отвечаешь за все, или там пастор даже научил. Не-не-не, друзья, лично. Поэтому то, что говорят, то, что говорят наши служители о том, что там домашние группы, или МГБА, друзья, они должны быть наполнены, я честно говорю, они должны быть наполнены. Слушать проповедь или комментарий и даже не записать, это не просто мало, это почти ничего, понимаете, это очень мало. То есть надо постоянно просыпаться и засыпать со словом, и постоянно пребывать в слове, потому что в нем ответы на сложнейшие вопросы сегодняшнего дня. МГБА пять человек записалось, друзья, 50, наверное, должно быть, я вам клянусь, 50 должно быть. МГБА – это сильнейшая вещь. Это не просто сильнейшая вещь, я сам не заканчивал, заканчивал Христианский университет, значит, и тоже другие колледжи богословские. Ну, я стараюсь, как только приезжают какие-то слушатели, я стараюсь бывать на этих семинарах, то есть я в курсе делаю, я знаю, насколько это сильно, понимаете. Ответы, многие вопросы, ответы на вопросы, которые я задавал раньше, я нашел только МГБА. И пазлы, которые у меня вообще, даже после университета, я многие вещи, я пришел туда в понимание того, что я хочу знать, ну, так называемый Танах, Ветхий Завет, да, но я так и ушел оттуда с таким же пониманием, что я очень хочу знать Ветхий Завет. Друзья, здесь вы можете знать, потому что там заложены основы, здесь все взаимосвязи, я просто призываю, просто услышьте меня, очень важно знать Слово, потому что надо будет принимать важнейшее решение в этом сложнейшем мире. Поэтому, дальше говорит Павел, Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нашу, мы бодствуем или спим, жили вместе с Ним. И бодствовать, и спать мы должны вместе с Ним, понимаете. То есть, в молитве, в посте, в размышлениях, в слове и так далее. И шо, значит, он для нас ответ. Поэтому увещевайте друг друга, назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же, братья, уважать вас, трудящихся у вас, и предстоятелей ваших Госпеда, и вразумляющих вас. Друзья, нам надо слушать наших пастырей, наших служителей, потому что то, чему учат здесь, я не знаю, как вы, я наслаждаюсь вот каждым служителем, пастырями, матери, их словом, потому что это очень важно. Нас учат не каким-то басням, понимаете, нас учат реальной жизни в духовном мире. И очень серьезно надо относиться к каждой проповеди, улавливать каждое слово, записывать, понимать, стараться понять, расспрашивать на домашней группе, что не поняли, идти дальше и так далее. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, дуга не угощайте, пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого зла, сам же Бог мира досветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости даст сохраниться без порока и в эти времена, и в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен приживающий, который и сотворит сие. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok